приветствую гостей и подписчиков канала цой кино как это было на самом деле и сегодня у нас обещано эксклюзивное интервью от николая францевич кунцевича более известного как ник рок-н-ролл этого человека редко кто зовет николаем францевичем кунцевичем для поклонников журналистов вот уже треть века он не крок-н-ролл его история существует лишь мифов догадках но безусловно является частью нашей с вами культуры пламя цветов обжигает лицо руки и ноги выносят за дверь пиротехнический смысл зарнис аплодисменты малиновых дней губы нарядят лунный заряй лучшие будут петь и играть и опернется упавшей звездой тот кто не хочет больше летать его ошибочно называют прародителем отечественного панка сам же николай позиционирует свое творчество не иначе как театр мне нравится играть в рок-н-ролл мне нравится играть в актера мне нравится играть в театр мне нравится играть ситуативное движение метафизику и так ник рок-н-ролл привет оля хотелось бы поговорить с тобой о викторе цой викторе романом да с удовольствием поговорю об этом человеке все что все что все и скажу я не так я не я не так хорошо его знал но мне есть что сказать даже не и не только о нем об этой дружественной мне музыкальной формации из города ленинграда которая называлась называется кино да все вопросы вопрос первый как ты вообще услышал о группе кино и в частности о викторе вообще услышал да вот хороший вопрос именно услышал именно услышал да все произошло в крыму а именно именно городке гурзу когда-то там было было такое место пьяная аллея называлась то есть со всего советского союза туда приезжали люди отдыхать было очень весело вот и я собственно говоря посетил эту пьяную аллею с вологией вэлом новиковым из города симферополя ну соответственно силу своей врожденной коммуникабельности я начал общаться с людьми были была эпоха время кассетных магнитофонов вот и собственно говоря на кассете я услышал песню которая называется восьмиклассница забегая вперед скажу что что благодаря этой восьмикласснице я выстраивал свою личную жизнь на дальнем востоке вот да то есть восьмиклассница сыграла со мной на очень хорошую добрую и не злую шутку ну это потом все было во дворе стоял на дворе стоял 1984 год повторюсь на пьяной аллее в городе гурзу собирались люди со всего советского союза вот там было очень весело здорово было общение и вот я на кассете услышал восьмикласснице а мне она эта песенка очень понравилась соответственно вот некоторых может быть цой начался с алюминиевых огурцов а вот как раз алюминиевые огурцы мне совсем не понравились а вот восьмикласснице мне очень понравилось я так понимаю ты услышал альбом 45 скорее всего я не знаю я тогда далеко от таких альбомов просто вот я спросил кто это мне сказали это вот группа кино ансамбль группа группа кино из ленинграда ну вот ирония судьбы на пьяной аллее появился человек такой азиатской наружности из восточной как-то ну неважно вот естественно цуэ никто не видел ну кто-то может быть и видел но тогда был 1984 год вот были другие коммуникации вот из тех кто был на пьяной аллее о том же слухи моментально расходились вот появился человек который как впоследствии выяснилось выдавал себя за цоя выдавал ему надевали да 1984 год да как сейчас помню вот и он говорил что я и есть цой ну ему наливали портвейнца почему кстати неплохо весьма пел этот человек вот он выдавал его репертуарный план и в общем то ему выдавали гитару интересно нет это правда это абсолютно и правда ну так вот интересно и тут да и тут мы идем по набережной гуляем и идет сергей чирсов которого я видел в ленинграде но я его видел там а я же посещал в ленинграде Рокса и Шина к тому времени уже вот а с ним идет вот как раз такой человек раскосый ну такой наружности и рядом идет с ним с этим вот это трое а четверо их было вот и а Марьяну я тоже знал уже по ленинграду ну я к ним подхожу мы здороваемся они искали квартиру а потом выяснилось что это фирсов потом уже вот он говорит слушай а ты не можешь помочь эту квартиру найти я говорю о момент это как раз ко мне в общем то мы начали а он говорит а это вот цо я говорю о вот ты-то говорю мне и нужен вот ты-то мне и нужен да не ну я так обычно такая манера у меня вот ну вот как-то даже нашли по моему квартиру а там уже ну я вот только не знаю они в эту квартиру вписались нет почему знаю это впоследствии я уже ну вот а я уже к тому времени даже слушал такую песню мои друзья идут по жизни маршам ну помнишь то есть и и остановки у пивных варьков да и там как раз пил пиво я говорю твои герои цои и что-то какой-то ему экспромт задвинул ну в общем он улыбался мы улыбались вот а потом я ему говорю а ты знаешь что там вот есть такая пьяная аллея они вот только приехали в грузов он там и не был ни разу и рассказал эту историю по поводу этого человека который выдает его за цоя вот себя за цоя ну там начали все вообщем и смеяться вот я уж не помню говорил я ему или нет есть ли у него желание на этого человека а вот он мне еще спросил а что цоя знает я говорю да Витя ну как мы уже познакомились я говорю да Витя цоя знает и снова начинаем смеяться я там какой-то экспромт удавал ну в общем это вот так вот встретились здесь очень хорошо встретились я там был живописен по внешнему виду мы же друг друга видели сразу по внешнему виду это наши так сказать были пароли так сказать внешний вид как мы сейчас назвали фэшн фэшн имидж вот фэйс контрол ну это все а фэйс контрол да сейчас так говорят фэйс контрол мы прошли да нас суперифицировало небо да ну в общем очень классно пообщались где-то полчасика вот что-то такое там экспромты обменялись панерами как бы сейчас сказали бы вот и все я ну они пошли в общем там нашли квартиру они уже пошли по этому адресу там вообще это быстро делалось там в этом принял участие такой человек из гурзуфа афганец он сам но сочувствующий который очень любил музыку Миша Букенко вы видите даже фамилию помню Миша Букенко там как-то он местный как-то вот ну там вот как-то нашли я просто попросил говорю можно вот ребят это подешевле вот ну и Сергей Фирсов как потом выяснилось что он Фирсов вот потом я пошел на пьяную аллею как раз рассказал что видел настоящего Цоя уже Цой песни поет я его отвожу в сторону говорю в общем так говорю появился настоящий Цой он говорит Цой ой я серьезно так все и было и его больше никто не видел ну а что там был и портвейн там ну а чего он говорит надо срочно в Ктабель ехать менять менять точку я говорю а ты можешь Коля можешь мне говорить что появился настоящий Цой я говорю не ну ради тебя я что могу это сделать и ради двух бутылок портвейна я это сделаю я понял а то сарафан на радио зашло бы как дебеля ну да там бы это не ну все равно это было бы весело конечно там же ведь было другое солнце в море вот и в этом же восемьдесят четвертом году знаешь я не могу вспомнить какой месяц но я побывал в ДК Крупской и встретил там Боба Глебещукова с которым уже был знаком или как-то мы с ним на Невском пересеклись он говорит слушай в Крупскую приходи в ДК там будет кино это будет тебе понравится и кажется это все таки восемьдесят четвертый год вот тот самый концерт второй фестиваль ленинградского рок-клуба ДК Крупская восемьдесят четвертый год вот 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 осень осень да совершенно верно да осень ну такая ранняя осень потому что еще на улице а Борис Борисовича ты уже знал да я уже к тому времени с ним познакомился меня с ним познакомила и Емацкабили такой человек с которой я опять же познакомился на пьяной аллее в Гурзуфе ну там все взаимосвязано она ему концерты делала она Емацкабили живет сейчас на Гавайях ух ты да мы перестали с ней ну неважно потому что она меня с Бобом познакомила неважно это сейчас уже отцу и говорит да 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 и в восемьдесят четвертом году я сел в первый ряд и ну конечно на меня этот концепт произвел очень большое впечатление очень большое впечатление я такого честно говоря никогда не видел это с одной стороны аскеза такая с другой стороны как они вообще себя подавали вот как начали структуризм я вообще был под впечатлением я выхожу из парадной раскрываю свой зон я выхожу под поток атмосферных осадков а после концерта я его дождался Витю он говорит о Коля я говорю о кажется Коля мы в Гурзухе виделись я говорю да Витя он говорит слушай ну капли ну я ему сказал как я сказал что это в чистом виде романтика ну я тогда уже разбирался так сказать так и было так и есть вот я говорю это говорю просто говорю у тебя а я ему еще знаешь там же народ о я сейчас вспомнил я говорю только смотри не зазнайся Витя ага а там начали еще говорить кто это кто это у меня а да да рассказывал кто ты такой кто это такой да потом у нас был перерыв вот глянул 85-й год как-то мы с ним по-моему в Ленинграде не пересекались кажется кажется нет пересеклись сейчас 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 а вот мы пересеклись ДК Пищевиков он о привет там так сказать ну как я называю с ритуалами Пищевиков а какой год не помнишь Коля по-моему все-таки 85-й я могу ошибаться кажется 85-й год да 85-й еще правильно 85-й год ну там были какие-то концерты там же много концертов постилило там в памяти Башвачева был концерт в свое время нет ну это это я это не ко мне это не моя история ну вот в 85-м году да ДК он все время молчал мы он так я там развлекался как вот как бы сейчас сказали просто хэппи не давал а перфом перфомонировал вот сказали да и ну какой концерт то есть ну по сравнению с тем концертом вот в ДК Крупской когда я первый раз их увидел ну это были концерты тогда же много концертов было всевозможных в разных дворцах культурства и прочее вот а потом в 87-м году я уже к тому времени знал Костю Кинчева а в ЛДМ был фестиваль сейчас я скажу по-моему май месяц тоже ленинградского рок-клуба 87-й год пятый фестиваль скорее всего а вот пятый пятый наверное это где свинью свинтили нет там вещественно там точно свиньи не было ну по крайней мере мы бы с ним там там пересекли тогда это был не gewarsн концерт это был просто ну наверно нет может быть солянка была какая-то что там everyone Out memang Алиса там была а может быть это его помети это второй день там подожди может быть это юбилейный был ДК юбилейный а – Нет, ЛДМ точно. – Где Кинчев спел, и ты там на том берегу? – Нет, нет, конечно нет. – Потом вот эта статья. – Это был 87-й год, ЛДМ. – Все, хорошо. – Ну, меня Кинчев там проводит, а появляется Витя Цой. И он как раз приехал из Симферополя, он сказал, что я был в Симферополе. – Слушай, Коля, там ребята по тебе скучают, они меня так встретили, ты, оказывается, такой известный. И мы начали с ним обниматься и кататься по полу. – Да ты что! – Да. Обниматься, кататься по полу. Ну, как-то вот так вот у нас. Потом после этого я его больше не встречал. Вернее, как у меня, когда следствие в Симферополе закончилось. А, да. В 87-м году как раз вот Егор Летов приехал. Был как раз первый крымский рок-фестиваль. В ДК «Строители» делала фирма «Досуг», ну, из-за которой у меня было следствие. – Да, да, да. – Да, меня там директива была не пугать. Зато там был Юра Каспарян. И с Юркой мы уже там и вино искали, и к моему наставнику, к Гуру Олегу Гуру Евгении Прудникову приходили. Вот. И его пропустили, а меня не пропустили. Ну, вот. А потом уже после следствия, когда у меня следствие закончилось, у меня вот была такая ситуация, когда я ни с кем не хотел общаться. У меня там досталось Симферополе. – Да, понятно. – Я, да, я пошел к Гастриту, посмотрю, там стоят киношники. Там Джоана с ними. Ну, я вот реально было такое состояние, что я просто не хотел вообще общественности. Просто не хотел. – Ты подошел хотя бы или мимо просто? – Нет. Я сейчас жалею, что я не подошел. Но это надо понимать, мое внутреннее состояние. У меня только закончилось следствие. Я был выкачан просто энергетически. – И они, видимо, тебя не тормознули? – А, нет. Я просто издалека их увидел. Они стояли не около Гастрита, а чуть подальше. Ну, где на Рубинштейна они стояли. И я вот жалею, что я не подошел, потому что мне ленинградский клуб очень большую поддержку оказал. Все были в курсе. Юра Наумов тогда работал у Старцева. Это Путвы Рио и Рокси. – Рокси, журнал Рокси, Александр Старцев. – Он там как раз тоже обо мне написали, что у меня вот такая ситуация, что меня отвертали и так далее. Ну, вот так виделся. Да, так я виделся с Троем, с Витькой. Очень. У них были… Я был на каком-то их концерте. Очень, с моей точки зрения, был неудачный концерт. То ли энергетики не было. Ну, там же все целы от этого зависело. Вот. Что я скажу по поводу сегодняшнего видео, Троя? Ну, я тебе честно хочу сказать. Мы же честно говорим друг с другом. Абсолютно верно. Чёрный альбом, кроме Кукушки, мне не понравился. Вообще я его не принял. Да, вообще я его не принял. С точки зрения музыки, с точки зрения качества, это здорово. Но там хит только Кукушка. Я не знаю, как дальше развивалась бы история с кино. Я, честно говоря, не знаю. Я не вижу какого-то будущего, может быть, даже. Ну, опять же, я могу говорить субъективно. Вот. Потому что Юра Азеншпис, которого я очень уважаю, как человека, который принял участие в общинстве, тех, кого мы условно, повторюсь, условно назовем рокерами. Вот. Он, конечно, кино вывел из стадиона. Если бы не он, если бы не альбом «Группа крови», если бы не «Вишня». Но это уже другая история, которая непосредственно к моему общению с Витей не имеет никакого отношения. А Толик Сотолков – это начальник Камчатки. Мы с ним часто пересекали в Петербурге в последнее время. Ну, увидимся. Иными словами. Он мне рассказывал, что когда Коля приезжал в город, Витя очень радовался и говорил, наконец, этому городу Коля будет давать пиздюлей. Ну, может быть, по-другому как-то. Ну, по крайней мере, он врал. Как и было? Да, да. Но Толик нет. В общем, он радовался, что он сразу как-то зажигался. Говорит, о, Коля приехал. Ну, там же слухи моментально распространялись. Вот. Ну, у меня разный был период уже в городе Ленинграде. В городе Ленинграде. Да. Ну, вот я вот сейчас. А вот у тебя вот любимая песня у Вити есть? Вот твоя личная песня? Да, конечно. Которую ты пережил. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. Потому что 21 июня в московском клубе «Б-2» такой Володя Володя Ангел проводил «Дни рождения Вити Цоя». И вот там мы встретились с Юриком сравнительно недавно. Я сейчас не помню, но это уже 2000-е годы. Я там вел эти фестивали. Два фестиваля. Это 21 июня. И я даже спел песню «Битник». Да? Мы это видели. Да. На что мне Юра Каспарян, конечно, сказал. Ну, с Юркой мы отлично увиделись. Мы вообще с ним, так скажем, хорошо. Он, кстати, я насколько помню, он смеялся очень. Нет, он… Нет, он… Под добрым. Он когда… Нет, когда вот на «Обстройке», не, ну я же ведущий, а меня попросил Володя Ангел, организатор, спеть песню какую-то. Я выбрал «Битника», потому что «Битник» мне ближе, «Битник» мне… Ну, я помню, какой-то вопрос задал. Сейчас я на него отвечу. И я там спел «Битника», ну, как в своей манине. А Юра Каспарян сказал мне, а мог бы и лучше. Ха-ха-ха-ха. Давай еще жив試 repassал мне, а помню, как подraszam. Я вوجぁ хорошо попросил Володя Ангел, организатор, А вообще я безоговорочно принимаю альбом «Группа Крови». Конечно же, последний герой, ну это не из группы «Крови», последний герой. Сборник. Кстати, вот парадокс, когда у меня было следствие, я же не знал, что у них альбом появился «Группа Крови». И у меня было следствие, когда меня уже на подписку о невыезде в Симферополе выпустили. И я у Гуру, у Гены Трудникова, у моего наставника, как я его называю, послушал «Группа Крови». И настолько это совпало с... Ну вообще это, конечно, это неописуемо, как я послушал впервые альбом «Группа Крови». Я просто отлетел. Это было сродни тому, как я впервые кино увидел на сцене. Ну, мое состояние внутреннее. Ну, потому что это совпало там же... Понимаешь, у меня же и стройка вот эта, вот Симферополе, у меня же все на судных экспертизах прошло. А тут я выхожу, и получалось, что я, о чем я говорил, все это начало сбываться. И тут еще «Группа Крови». Понимаешь, это как-то и вообще, то есть этот альбом я принял, повторюсь, безоговорочно. Вот. Ну, а что касается... Да, и еще, когда я в Сыктывкаре был по приглашению теперь уже умершего Бориса Суранова, вот, который делал там фестиваль. И это был 90-й год, и мы узнали о смерти Вики, я позвонил в Ленинградский рок-клуб, я уж не помню, с кем я там разговаривал. Я помню, что я говорил, ребята, это не я, это не я. А почему ты так говорил? А я не знаю, вот что ты как-то говорил. То есть ты это как-то с собой связал странно? Ну, рок-н-ролл, второе имя, давай мы об этом не будем говорить, это метафизика моего второго имени. Это отдельная история, мы же говорим о Вите, о наших взаимоотношениях. Да, да, да. Ну, в общем, что я могу сказать? Я не вижу будущего, вот, ну, я не увидел сейчас музыкального продолжения в нынешних. Если, допустим, продолжение у Свиньи я увидел, продолжение у Славы Задеи увидел, не так, увидел, а вот у Вити я продолжение не увидел. Ну, как-то так. Может быть, он бы писал какие-то еще хорошие песни. Может быть. Ну, ты помнишь, может быть... Ну, я вот как-то, вот я же чисто субъективно говорю, я вот не увидел. Я понимаю, Коля, а ты помнишь вот эти же разговоры, что после Черного альбома так и говорили примерно, что будущее, что группа кино опопсела? Нет, я сразу хочу сказать, я не понимаю, вот я просто это вот хочу, я не понимаю людей, которые говорят таким вот образом. Опопсела, не опопсела. Это вне гражданской обороны обычно так говорили, говорят. Я никакого отношения к формации гражданской обороны не... Ну, мы же, Коля, с тобой любители диско. Вот, я не понимаю, что такое опопсели, да... Есть музыка, есть качество. Нет, есть качество, качество. Я сейчас, говоря о Вике и группе кино, я не увидел, опять же, повторюсь, это мое субъективное мнение, я не увидел концертного продолжения. Ну, не увидел я. После Черного альбома я не увидел, как будет все дальше. Скорее всего, он бы собирал залы, возможно, я не знаю. Вот, повторюсь, я не знаю. Вот, ты знаешь... Есть и в Польше, и со свиньёй я увидел, я же, ну, так сказать, с музыкантами всего пел, его песни. Я помню, он на «Ностальгии» на канале. Сегодня, да, день рождения, хочу поздравить. А, кстати, у Андрея Валерьевича же сегодня... Какой у нас сегодня интересный, да, день? Сегодня же точно, у Андрея Валерьевича по-новому... Да, кстати, там, напиши, что интервью было, знаете, на 23 марта. 23 марта. Вот. Вот, я говорил там, когда писал, ну, ты видел, там, ты идёшь, Слава, задай, или я тебе... Я всё видел, Коля, всё, я уже всё посмотрел. Я там, я там, я там всё сказал по поводу того, что он бы звёзд с неба бы не хватал, но это было бы добротное, такая, ну, если бы ещё вредных привычек не было. Я тоже об этом там сказал. А вот концертное продолжение группы кино я не видел. Ты не видишь. И ты, знаешь, я вот хочу сказать такой момент. Сегодня день рождения Андрюхи, а ведь Витя-то начинал в АУ играть на басу. Точнее, как бы это его вторая группа после... Да, я понимаю, вот видишь, какое распадение. Да, и ещё хочу сказать постскриптум. Постскриптум. Я очень хорошо принял фильм «Лето», потому что частично, я же в 83-м году там был, и начал с ними со всеми активно знакомиться, и вот частично было передано именно вот... Вот фильм очень, фильм очень эроничный, в хорошем смысле слова, он беззлобный. Ну, он передал частичку вот этого вот, того самого Ленинграда, который я уже больше никогда не увижу, и который формировал меня и мои вкусы, я говорю по-русскоязычной рок-музыке, вот, и который дал мне очень правильный заряд, как в своё время дал мне заряд город Симферополь, откуда всё у меня и началось. Я говорю о пьяной аллее, о город Зубере, об этом смешном парне-чудаке, который вызывал себя за Витю Цоя, о той встрече на набережной, о тех экспронтах, о тех моментах, когда я встречался с этим человеком, который, ну, перевернул сознание части поколения, части... В общем, в общем, твоё мнение не сходит. Кстати, ирогия судьбы, я недавно, я совершенно не слушаю кино, иногда очень, и вот недавно в сети, ну, где-то два-три дня назад, я послушал его песню из фильма... А, ещё раз, скажи, это киевский фильм. А, «Конец каникул», «Закрой за мной дверь», я укажу. «Конец каникул», да, 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 да. Ты знаешь, вот у меня сейчас мурашки пошли, вот, честно, сидёшь, веришь, нет? Сергей Лутиенко сделал этот фильм, да. Да, настолько чётко я оказался в этом времени, как будто, блин, прошу прощения за тавтологию, как будто прям вот машина времени пролетела об меня забрав туда. И настолько передана энергия вот того качественного времени, в котором мне посчастливилось побывать, вот, и я, ну, не то, что погоржусь, так не буду говорить, горжусь, но мне посчастливилось увидеть и побывать на концерте, на концертах, в частности, то есть замечательные группы кино, и я, ну, наверное, горжусь тем, что с Витей мне удалось при его жизни пообщаться, и мы были хорошими приятелями, вот так скажем. Ну, по крайней мере, Толя Соколков всегда, когда у меня были концерты в Петербурге, он всегда подходил ко мне и говорил, вот, ты знаешь, между прочим, Витя, у тебя такого классного мнения был, он так о тебе всегда вспоминал и всегда радовался, когда приезжал в наш город, ну, вот как-то так. Это не мои слова, это слова... Ну, как, Коля... Ну, всё, всё тогда. Ну, всё, 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 всё. Ну, как, Сто смертей Маленьких домов За прошлый год Сто врачей На одну душу мою Пой, пой Вечный, как Ага Снер Я, старый, что сидит, буква и почет крыс из миски, звонит. ПОЁТ 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 На одну мою смерть Безокосный Фольгался в прошлом Сто врагов На одну мою смерть Отче наш, ежели си на небеси Да светится имя твое, да будет воля твоя Да придет царствие твое Як и на земле, так и на небеси Хлеб наш насущий, дай нам днесь Избать нас от долгов наших Як и мы расставляем должникам нашим И не веди нас во искушение Да избать нас от лукавого Во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Безокосный Выбался в прошлом Сто смерти На одну мою жизнь И сези малей Треклянных домов Прибивал Я сердце свое Дежурный по небу Приготовь мне постельку Дежурный по небу Уложи спать в дыбе Дежурный по небу Дай постельку Дежурный по небу 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok